Друзья, всем привет! Вы на канале Олег Полищук, Германия в общем и в частности. И поговорим мы сегодня о следующем. Тема, которую я сегодня для вас раскрою, на самом деле пришла ко мне из ваших многочисленных просьб, в комментариях, а также в приватных пабликах в моих соцсетях. Вы очень часто просите, чтобы я рассказал о своем опыте изучения немецкого языка. Я вас прекрасно понимаю, вы попали в страну не по собственной воле, а по вынужденным обстоятельствам. И, конечно же, вам очень тяжело, вы не готовили себя ни эмоционально, ни физически для того, чтобы учить немецкий язык. Я представляю, как вам это тяжело. Поэтому на этот свой эфир я попросил прийти еще и своего очень хорошего знакомого, моего земляка из Харькова. Он точно так же приехал в Германию после начала войны. И сейчас он посещает курс немецкого языка. Но до этого он проходил все этапы адаптации, все этапы регистрации, называйте это как хотите. Здесь у нас в Аугсбурге я был свидетелем и сложностей, и, возможно, каких-то легких решений. Я не буду забегать вперед в этом эфире. Если Игорь захочет, он сам об этом расскажет. Но в чем ценность этого видео? Так это в том, что мы совместим в одном видео два опыта. Мой опыт человека, который начал учить немецкий язык более чем три года назад. И человека, который находится в точно таких же условиях, как и вы, друзья, ребята, украинцы, которые приехали в Германию из-за войны. Поэтому хватайте печенька, наливайте чаек, усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Игорь, привет! Добрый день! Что такое немецкий язык для тебя? Я буду чередовать твое мнение с моим. И я думаю, что если ты меня в этом формате поддержишь, то мы сможем более полно раскрыть тему нашу сегодняшнюю. Я готов и расскажу все как есть, как я это все вижу, поскольку все это действительно у меня свежо. Ну вот скажи, давай мы тогда начнем от страхов, потому что я так понимаю, что основная проблема у беженцев, которые прибыли сюда в Германию, которые хотят здесь интегрироваться, которые хотят здесь учить немецкий язык, которые хотят здесь ощущать себя полноценно, полноправно, понимать, общаться, расширять круги знакомств. Самое главное, что стоит, это страх. Так ли это было у тебя или нет? И пока ты расскажешь за страх, скажи мне еще очень важный момент, чтобы мы не упустили. Ты немецкий язык до приезда в Германию знал, учил где-то системно или хотя бы там хоть как-то поверхностно? Ну если начинать сначала, то наверное со второго вопроса, потому что для меня немецкий язык хотя бы немножко, но уже был знаком, потому что я его учил в школе, я учил его в институте, но к сожалению назвать это системным изучением действительно нельзя, потому что он был до последнего времени просто не востребован. А отсюда просто забыт из того даже, что я о нем и знал. Но когда действительно после начала войны пришлось здесь столкнуться с этими проблемами, я действительно понял, что не зря эти курсы называются интеграционными, потому что без действительно немецкого языка хоть как-то чувствовать себя не инородно, не каким-то чужим телом инородным, а вот хоть как-то почувствовать эту страну и быть к ней ближе, без языка это действительно невозможно. И наверное это нужно сразу понять, потому что тогда появляется хоть какая-то мотивация, она очень важна для того, чтобы приступить к этому изучению. Это и преодолевать позволяет тот страх, который на самом деле я тоже наблюдаю у многих, он да, действительно есть, и его никуда не денешь, потому что бороться каждому из нас с чисто чувствами, с психологией, ну это тяжело, но возможно. Я тебя в данном случае полностью поддерживаю, потому что если вернуться там года на 4 назад, когда я начинал учить немецкий язык, друзья, еще в Украине, еще в Харькове, я знал, что я буду переезжать в Германию, то есть это было осознанное мое решение, я осознанно начинал учить немецкий язык. Так вот, 4 года назад самая важная преграда, которая у меня была, точно такая же, как и у вас. Я точно так же боялся, что я в моем возрасте, да какой там язык, я его не потяну, в лучшем случае десяток слов запомню. Ну, друзья, мы очень сильно недооцениваем себя вообще, не только в изучении языка, не только в изучении немецкого языка, мы недооцениваем себя в целом и довольно существенно, несмотря на то, что я всю жизнь провел свою там в Украине в частных компаниях, несмотря на то, что я руководил многими компаниями, несмотря на то, что я организовал многие компании, часть из них там более успешные, менее успешные, это уже тема для другого разговора, тем не менее всегда к чему-то новому присутствовал и у меня страх, какая-то собственная недооценка. Но я его преодолел, не в тех условиях, как и вы, но тем не менее я его прошел, никакой проблемы я не испытал, но немецкий язык мне нравится сам по себе, он мне нравился и раньше, просто я его абсолютно не учил. Нигде ни грамма, ни одного слова, кроме как из советских фильмов, все эти знаменитые слова, Хендехох, Ахтунг там и так далее, я думаю, вы все знаете. Поэтому нужно просто верить в себя, нет никаких сложностей, я уверен, что десятки, может быть там сотни из вас, из тех, кто посмотрит это видео, вы просто удивлены будете, насколько у вас хороший талант раскрылся, и непосредственно к изучению немецкого языка. Скажи мне, я же помню, как вы приехали, ты приехал с кем-то из Харькова, и там вы попали к нам в ассоциацию сразу же, и сразу же включились в помощь беженцев, параллельно пытаясь решить свои какие-то задачи. Я уже тогда видел, что ты, на мой взгляд, к немецкому языку открыт, то есть ты не боишься его. Но все-таки скажи мне, вот ты так рвался, и буквально, наверное, через пару месяцев пошел уже учить немецкий язык. Ну, моя история, наверное, типичная, она такая, как проходили ее очень многие. Дело в том, что я действительно пришел буквально на второй день, как я сюда приехал, уже на митинг, потом в сам диалог, и начал работать в этом фрайне. Я, честно говоря, только одно объясню, что меня заставило это все сделать. Я ехал неделю на машине из Харькова, и буквально каждую ночь где-то приходилось ночевать. Нас везде принимали бесплатно, никто не хотел брать денег. Я до сих пор благодарен этим людям, я не знаю, как их зовут иногда уже, так и не знаю, как их отблагодарить. Поэтому я просто отдаю долг тем людям, которые меня сейчас окружают. Кстати, это вот еще один такой момент к мотивации изучать язык. Просто без языка это сделать здесь, в Германии, сложнее, труднее. А жизни другой не будет. Мы живем ту жизнь, в которой мы сейчас находимся. По принципу философского такого подхода нужно жить здесь и сейчас. И поэтому сейчас нужно это. Я и занялся, в принципе, сразу же, буквально через, может быть, месяц после того, как появился в Германии, уже курсами, поиском этих курсов. Что-то о них узнал действительно, и выбрал то, что было ближе, подходящее. И тут же пошел их посещать. Честно говоря, да, действительно, было страшно, было не очень комфортно, потому что я попал, кстати, на курсы, которые уже шли до меня там 4 месяца где-то. То есть меня не было в этой школе курса, который бы только начинался. Но чтобы меня не оставить за бортом, меня взяли просто в середину курса. И поначалу, понятно, было очень и очень тяжело. Но, тем не менее, и к этому, в общем-то, привыкаешь, втягиваешься. Самое главное, чтобы было желание этим заниматься. Ну, а мотивация, в принципе, у каждого своя. Но о ней можно говорить и для тех, кто ходит на эти курсы для того, чтобы получить работу. И для пенсионеров, которые, в принципе, может быть, и не собираются работать, а думают про себя. Да зачем это мне нужно? Да я здесь побуду всего лишь, может быть, там какое-то время и буду возвращаться назад. Но еще раз говорю, что жизнь наша, она здесь и сейчас. Мы не знаем, что будет через год, через два. Да мы не знаем, что будет через два месяца, тем более. Поэтому нужно продолжать жить. И в то же время мы не забываем, что мы живем сейчас в Германии. Но тебе нравится курс. Тебе нравится учить немецкий. Да, я могу сказать, что мне не только немецкий нравится. Как говорят, есть люди, которые открыты к новому. И вот я, честно говоря, считаю, что каждый человек не должен бояться выйти из зоны комфорта. И если ты хочешь что-то получить новое, чего-то нового добиться, то, в принципе, надо научиться делать что-то новое, чего ты раньше и не делал. Так, друзья, поскольку видео не только о нашем пути, начинаем теперь с практических занятий. Вот я вам хочу дать такой совет мой. Как только вы начинаете учить немецкий язык, сразу же займитесь словами. Старайтесь учить слова. Но здесь важно то, что присутствует очень много методик. Я вам сейчас рассказываю за мою методику, как я конкретно учил немецкий язык и как я конкретно учил слова. Слова я учил много. Минимум час с утра я просыпался раньше. Минимум час с утра я учил слова. В спокойной обстановке я специально старался просыпаться до того момента, пока вся моя семья спит, чтобы я мог в спокойной обстановке слова учить. Значит, я их учил, используя специальную программу, которая формирует карточки. Я ссылочку вам, даже не ссылочку, я вам просто покажу эту фотографию где-то вот здесь или вот здесь. Вы увидите, будет эта программка открыта. Там есть карточки. Они у меня очень много раз летали, но не важно. Я сам формировал для себя карточки, и мне было легче учить слова именно таким образом, когда это все перемешивается. Да, они, возможно, немножко тяжелее, так скажем, входили в голову, но перемешивая, я не цеплялся, не ассоциировал слово с каким-то конкретным местом. Но я вам сразу же скажу, что эта технология, она не обладает какой-то уникальностью, вам обязательно нужно учить. Для примера, моя жена учила слова с учебника. В каждом учебнике, я забегу наперед, есть слова к каждой теме, которых желательно выучить. Никогда не старайтесь выучить 100% слов. Если вы выучите 30-40, ну максимум 50% слов, это класс. Каждый раз, чем дальше вы будете учить немецкий язык, тем легче вам будет учить немецкие слова. Как учишь ты слова, Игорь? Хочу согласиться, что да, действительно, самое лучшее время для изучения языка и вот нужных слов – это утро, потому что действительно утром, наверное, восприятие самое острое. И я сам заметил, что когда я пытаюсь какие-то фразы, значит, вот какие-то темы проговаривать, то утром они идут лучше всего. Что касается слов, да, действительно, хорошая методика. Я как раз именно из книжки по теме переписываю слова к себе в тетрадь, но формирую эти все слова в три столбика. Первый столбик – это мужской род, второй – средний и женский, третий столбик. Это уже позволяет потом как-то, вот как твоя жена, ассоциировать какие-то слова по родам, потому что многие из них, естественно, не совпадают с нашим представлением ни в русском, ни в украинском языке. А кроме того, это получается еще такой трафарет, который я, повторяя ту или иную тему, пытаюсь, вот листочек отложил, и на новом листочке все эти слова по нескольку раз записать. Это у меня выходит только делать вечером, когда я уже освобожусь. Но тоже методика отличная. Но кроме того, как мне кажется, очень важно, я беру коротенькие такие липкие листочки, пишу эти слова и вешаю их в самых подходящих местах, там, возле зеркала, возле еще где-нибудь, или даже приклеиваю у себя на столе. Даже когда я кладу тетрадь, так я, хочешь не хочешь, но прочитал еще автоматически это слово. И это работает. Так я выучил самые ходовые слова, когда я поселился в немецкой семье, и нужно было спросить, где этот пылесос, где эти, значит, там разные вещи. Ну, честно говоря, я этого всего даже и понятия не имел. Но через какую-то неделю, благодаря такому методу, все оно село. Ну вот, друзья, вот вам еще третий метод. Я, кстати, вспомнил, да, в самом начале мы точно так же использовали. Не мы, я не использовал, я человек технологии. Я все забрал в свой смартфон, и в смартфоне вот там эти все слова перекручивал, переваривал. Никогда не писал на бумажках, никогда не заклеивал холодильники, стены, телевизоры и все. Но жена у меня, да, жена у меня использовала методологию или методику, да, которую используешь ты. И на начальном варианте, особенно, что касается, друзья, бытовых приборов, это вы же можете наклеить на холодильник название холодильника, там, возле плиты название плиты, возле столешницы название столешницы. Я, кстати, не знаю до сих пор, как на немецком столешнице. Ну, ладно, не будем мы. Ну, это не столько видно, видно не наклеиваем. Да, проще сочинить, потому что немецкий язык в этом случае очень прост. Можно два слова любые соединить, и получается то, что тебе нужно. В принципе, да. В принципе... Он логичный, он очень в этом смысле простой, потому что логика в нем, в общем-то, позволяет составить любое сложное слово. Я скажу честно, какую бы методику вы не использовали, вы относитесь к этому как к игре. Чем, наверное, старше вы, чем дальше вы от детства, тем, на мой взгляд, интереснее в эту игру играть. Вы просто поймете, что учить язык – это не тягота и лишение, а это очень интересно, особенно когда вы идете в группе, и особенно когда вы будете видеть, как в этой группе растут другие, а параллельно вы же будете понимать, что и растете и вы. Единственное, что бывает вот так, опять же, это я расскажу уже из своего опыта, что ты упираешься... Вот особенно у меня был такой переходной вариант. Знаешь, я тебе скажу после какого? После уровня А2 на уровень Б1. Когда я упираюсь, 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 а язык не растет и не растет, не растет и не растет. А потом произошло чудо. Переход количества в качество. После каникулы, после паузы. Да, каникулы прошли. То ли это мозг освобождается, то ли... Я заметил, что да, когда ты сильно длительный промежуток учишь язык, а потом ты его отпускаешь, да, уходишь на каникулы, уезжаешь в отпуск. Казалось бы. Не думал, то ты думаешь психологически, что ты его будешь забывать. А реально, ты же ведь его не забываешь. Ты когда приходишь, и у тебя понеслось, пока ты опять не загрузил. Очень согласен с таким наблюдением, потому что я сам неоднократно наблюдал за собой при моем знании языка намного ниже, чем твой уровень. Но когда ты все время в каком-то контексте находишься с своим собеседником, ты следишь, в принципе, за темой этого разговора совершенно по-другому, чем если бы ты подслушал какой-то незнакомый текст, незнакомый для тебя, так сказать, рассказ и так далее. То есть в контексте воспринимается все абсолютно по-другому. Кстати, это по поводу, опять же же, курсов и по поводу изучения немецкого языка на разных уровнях. Да, действительно, там проще получается, когда ты входишь уже в курс дела той тематики, о которой идет речь. Между прочим, я хочу заметить, возвращаясь немножечко к советам для тех, кто еще эти курсы не нашел, то в этом смысле очень, наверное, правильно было бы поинтересоваться, а есть ли на этих курсах преподаватели русско-украинскоговорящие или хотя бы на славянском языке на каком-то бы понимали то, что вы могли бы у них спросить поначалу. Я хочу заметить, что на некоторых курсах таких преподавателей вообще нет. И, наверное, ну вот как мне кажется, было бы не лишнее, если бы человек, который с нуля начинает, все-таки поинтересовался, есть ли на курсах такого рода преподаватели, поскольку для начала, для А1 это, как мне кажется, очень важно. Потом это, в принципе, даже можно сказать не нужно, чтобы не сказать вредно. Так, потом надо погрузиться уже в немецкую абсолютно среду, и чем глубже ты погружаешься, тем, в принципе, это, наверное, эффективнее все дается с обучением. А поначалу, в общем-то, те, кто еще не определился, можно бы об этом задуматься. Я с тобой согласен на 100%. Хорошо, давай вернемся к немецкому языку. Давай советовать, потому что все-таки видео мы можем долго рассказывать. Настал опыт сумасшедший. Первое – это страх. То есть страха не должно быть совсем. Я не тот человек, который не имел страха. У меня было очень много раз, когда из-за страха я боялся начать разговор, из-за страха я, наверное, где-то не попрактиковал свой немецкий, поэтому я вам точно говорю, страх – это ваш враг. Это первое. Старайтесь текст, который вы прочли, неважно, на каком уровне вы учите немецкий язык, пересказать. Просто у вас закончился курс немецкого языка, вы идете, вы прочли на немецком языке какой-то текст. Идите и в голове, а лучше еще не в голове, а проговаривая, перескажите текст. Что добавишь еще? Я добавлю, что изучение немецкого языка ничем не отличается от изучения будь какой дисциплины, потому что на самом деле это тоже дисциплина и в школе, и в университете, и как бы там ни было. А любой процесс изучения начинается с чего? Сначала просто с восприятия. Человек услышал. Затем он начинает то, что услышал, проговаривать. Казалось бы, я ж только что услышал, поэтому сказать это очень легко. На самом деле тут первый этап осознания того, что ты услышал. После того, как человек начинает уже хотя бы что-то говорить, нужно попытаться это же написать. Это следующий этап. Может быть поэтому, когда и сдают экзамены на там уже какой-то уровень А2, там В2, В1 и так далее, есть такие как раз разделы. Это хюран, это прослушивание, это чтение и это письмо. В принципе, вот это каждый раз нужно у себя и отрабатывать. И после того, как вы уже что-то пишете, то есть сказать и написать – это действительно разные вещи, вы начинаете уже, ну, дальнейший этап – это разговор, который предполагает не просто использование слов, а понятий. Ну, об этом здесь сделаем стоп, но это тоже очень важно. То есть, если вы перешли… Скажи по поводу Хюррин. Слушать. Вот по поводу Хюррин я могу сказать, опять же же, опираясь на свой опыт, который я вот сейчас приобретаю. Я когда только приехал, я пришел на митинг и, честно говоря, ничего не понял из того, что говорили наши немецкие коллеги с трибуны и так далее. Но буквально вот через несколько месяцев я был на очередном митинге. Я уже, в принципе, практически все, что говорили с трибуны, по-немецки я имею в виду, уже понял. И я понимаю, что, наверное, то, как я изучаю немецкий язык, оно все-таки, ну, скажем так, дает какой-то результат. Стоп. Сколько месяцев прошло? Ну, я здесь пребываю уже шестой месяц, так. И вот с полного непонимания там за месяц 3-4 я дошел до того, что на митинге, во всяком случае, эти общие слова и даже тот анекдот, который польский конкурс рассказывал, я тоже для себя все перевел на последнем митинге. Так вот, что, собственно говоря, как мне кажется, очень важно. Во-первых, я и в Хюррине, когда вот общаюсь с немецкими нашими коллегами, это действительно тоже практика. Потому что просто так можно выйти на улицу и с кем-то разговаривать, но оно как-то, может быть, еще и рановато. Но вот общаясь с немецкими коллегами, это первое, что можно. Но я замечаю, что я, опять же, некоторые слова просто, я их не могу даже проговорить про себя. Вот первый этап от услышал, сказал, да? Я не могу сказать точно, что я услышал. Мне, честно, хочу признаться, пришлось сделать следующее. Ну, во-первых, на курсах мы проходили там какую-то тему движения, железная дорога. И преподавательница, ну, вот как-то и говорит, да вы идите вот на железную дорогу, на вокзал и послушайте эти объявления. Вы должны их разбираться, что там слышно, так? Честно, положу руку на сердце, хочу сказать, я пошел на вокзал и просидел там. И я понял, что я понимаю только лишь какие-то выборочные слова. Но пока я там находился, я, во-первых, понял, как устроено все немецкое расписание на вокзалах, так? И через некоторое время, да, действительно, начал понимать, что они там и говорят. Потом очень хороший момент – это в супермаркетах слушать эту рекламу, которая… Ну, в маленьких магазинчиках этого нет, а вот в больших там кауфлантах и так далее, так? Да даже и в каком-нибудь там продуктовом супермаркете можно начинать тренировать вот это восприятие. Но я понял, что и этого мало. Пошел в магазин техники и купил себе просто обыкновенное радио. Сейчас это супераппараты, то есть забытый формат – это просто радио с антенной. Так, и три там, или сколько станций. Я остановился на одной. Мы здесь 24 часа. Баэр-24. Баэр-24. Я, честно, опять же, утром у меня получается только, когда я делаю зарядку, включаю это радио. Они там через каждые полчаса повторяют этот текст один и тот же. То есть если ты что-то не успел расслышать, то через полчаса у тебя есть такая же возможность еще разок это все прослушать. А наш мозг устроен так, что хотим мы того или нет, мы автоматически повторяем то, что нам говорят. То есть он, этот наш мозг, уже эти все слова начинает проговаривать. Я даже слышу, как он это делает. То есть изнутри уже слышу, как это радио резонирует у меня в голове. И мой язык хочет, не хочет, а это пытается повторить. Я сознаюсь. Буквально там месяц этого радио у моего затылка во время, значит, зарядки. Или там вечером, когда я наушники, ну, чтобы никого не беспокоить, включаю. Так месяца было достаточно, чтобы я уже четко слышал предложения, которыми раньше этот эфир заливался в айдию. Итак, слушаем, пишем, читаем, учим слова, слова на первом месте. На начальной стадии слова для вас на первом месте. Выбирайте любую методику или что-то придумаете свое новое. Неважно, относитесь к этому легко. Как сказал наш один известный украинский, не будем делать рекламу. Везде, в каждом деле должен присутствовать казацкий драйв. Зараз мы продолжим описать эту программу еще на украинской мове для вас, для нашего иншого канала. А вы были, друзья, на канале Олег Полищук. Германия в общем и в частности. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, если это видео вам понравилось. До встречи в следующих выпусках. Всем пока. И еще одно. Не забывайте, мы обязательно победим. Налупцуем их так, что мало не покажется. Ось теперь точно. Всем пока. Пока.